1872 год. Русское техническое общество назначает Дмитрию Ивановичу Менделееву огромную зарплату. 40 тысяч рублей в год. Для Российской империи невиданные деньги. Максимальная зарплата у генералов составляла 700 рублей в месяц, а здесь почти в пять раз больше. И кому? Неизвестному ученому-химику. За что же государство целых семь лет платило такие деньги Менделееву? И правда ли, что профессор тратил все средства вовсе не на труды по химии, а на опыты по изучению материальности человеческой души? Известная на весь мир таблица Менделеева. Сегодня оригинальный ее вариант красуется на стене научно-исследовательского института в Петербурге. Красным цветом на этой таблице обозначены элементы, которые открыли при жизни Дмитрия Ивановича, а синим – те, которые открыли уже после его смерти. Но мало кто знает, что начиная с 1906 года все учились по измененной таблице. Кто-то из сильных мира сего приказал ее переделать. Но зачем это было сделано, остается тайной до сих пор. На самом деле в таблице не хватает еще одного ряда – нулевого. Он стоял выше всех и должен был описывать не что иное, как нашу душу. Сегодня наука шагнула настолько далеко, что после смерти Менделеева по его закону было обнаружено еще 59 элементов, сверх 67 открытых при жизни ученого. Но души никто так и не обнаружил. Что же такого знал гениальный химик? И почему в середине 19 века мировая наука приняла его таблицу за шарлатанство? Этот листок, а точнее его копию, в 1869 году получили все известные химики мира. Им писал молодой русский ученый Дмитрий Менделеев. В этом письме он упорядочил все известные на тот момент 64 химических элемента и заявил о 19 несуществующих, которые еще предстоит открыть. Более того, он утверждал, что помимо земли, воздуха, огня и воды есть еще и пятая стихия. Итак, сегодня программа «Не факт» разберется, правда ли, что таблицу Менделеева намеренно переделали после его смерти? Действительно ли великого русского химика вынудили работать тайным агентом царской разведки? Ну и правда ли, что сам Дмитрий Иванович стоял у истоков современной нефтепереработки? Это Арарат Кещан, и мы начинаем. Два Менделеевых в одном городе. Известный на весь Петербург чемоданных дел мастер. Как ученый обманным путем зарабатывал большие деньги. А вот на что давали такие суммы, не знали даже сами заказчики. И почему много лет Менделеева считали шарлатаном? Профессор уверен в своей находке, так же, как и в непризнанной таблице. Наука. Сегодня каждый ее новый шаг ученые подтверждают в лабораториях. Проводят десятки исследований в попытках доказать свою правоту. Но что, если бы кто-то предсказал существование элементов, из которых состоит душа человека, открыл бы ее формулу, а после заявил, что эти элементы существуют, но пока они открыты. Скорее всего, такое заявление не было бы воспринято всерьез научным миром. Приблизительно такая же история случилась и с Менделеевым, когда он придумал свою таблицу и оставил в ней пустые ячейки. Профессор утверждал, что в будущем эти ячейки будут заполнены новыми элементами. И даже назвал три из них. Это эко-алюминий, эко-бор и эко-сидицы. Приставка эко означает подобный. Так вот, ученый был настолько уверен в своей правоте, что описал удельный вес, цвет, летучесть, как будут плавиться и в чем растворятся будущие элементы. Разумеется, мир ученых встретил таблицу Менделеева с негодованием. Открыт не закон, а принцип чего-то неопределенного, писал физик Вильгельм Оствальд. «Менделеев увлекает химиков в мир надуманных абстракций», комментировал немецкий химик Роберт Бунзен. А коллеги из Лейпцигского университета и вовсе назвали Менделеева спекулянтом. Доказать обратное русский ученый не мог. Пока весь мир высмеивал его работу, Дмитрий Иванович терпеливо ждал. В Санкт-Петербурге ходила слава сразу о двух Менделеевых. Один чудак-химик, придумавший сомнительную таблицу. Второй же Менделеев – чемоданных дел мастер. В книгах о Дмитрии Ивановиче часто упоминается история, которая произошла в гостином дворе. Ранним февральским утром в 1869 году двое купцов заприметили странного человека с длинными волосами до плеча, бородой и строгим взглядом. «Что это за фигура?» – спросил один купец у другого. Тот ответил. «Сам ты фигура. Это милостивый государь, сам Менделеев. Известный на весь Петербург чемоданных дел мастер». Менделееву ученому, чтобы не уставать от умственной работы, было необходимо что-то делать руками. Оттого он постоянно мастерил. По подсчетам биографов, химии посвящено всего 9% трудов гения. Остальное время он изобретал предметы прикладного характера, более близкие и понятные народу. Но при этом ученый никогда не забывал своей высшей цели – раскрыть главную тайну мироздания. Чтобы приблизиться к ответу, можно ли измерить или описать формулой душу, Менделеев изобретал разные предметы для решения этой сверхзадачи. Вот, например, эти сверхточные весы для взвешивания газов. Или этот дифференциальный барометр. Он предназначался для определения высоты над уровнем моря. Современники Менделеева говорили, что его мозг находился в постоянном поиске чего-то нового. Разумеется, такой тип ученого многих раздражал. Особенно коллег по Петербургской академии наук. Во-первых, им не нравилось настойчивое стремление Менделеева соединить химию и физику. А во-вторых, никто не мог понять, почему ученому, который опозорился со своей таблицей на весь мир, государство выделяет баснословные деньги – по 40 тысяч рублей в год. И это вместе с тем, что в Академии Менделееву назначено максимальное для ученого жалование в 250 рублей в месяц. Но кто и за что платил профессору такие деньги? Кто платил, стало известно довольно быстро. Деньги выделяло российское техническое общество. А вот на что давали такие суммы, не знали даже сами заказчики. Ведь Менделеев их откровенно обманывал. По официальной версии, деньги тратились на изучение поведения газа в стволе оружия. По крайней мере, так думали сами спонсоры. Но на самом деле профессор проводил опыты по выявлению в природе пятой стихии, которая, по мнению Менделеева, существовала наравне с землей, воздухом, водой и огнем. Химик был буквально одержим поиском этой самой пятой стихии, которую он называл мировым эфиром. Он хотел доказать, что пространство не может быть пустым. И что все вокруг, в том числе наши мысли и душа, состоят из элемента, который легче водорода в миллионы раз. Менделеев предположил, что это сверхлегкий газ. Эксперимент по доказательству существования мирового эфира выглядел так. Менделеев откачивал из обычной колбы воздух, создавая тем самым вакуум, затем производил взвешивание, отнимал вес самой колбы, ну и полученное число должно было означать существование эфира. Но эксперимент с треском провалился. Разницы в весе выявлено не было. Тогда Менделеев применил закон Бойля-Мариотта, который позволяет обнаруживать газ при очень низких давлениях. Дмитрий Иванович проделывает предыдущий опыт при низком давлении и обнаруживает колебания загадочных частиц. Он тут же публикует научную статью, где утверждает, что мировой эфир существует. Комиссия из Академии наук приходит в лабораторию к Менделееву и просит подтвердить исследование. Ученые демонстрируют опыт, однако проверяющие решают, что это обычная погрешность. Но профессор уверен в своей находке, так же, как и в непризнанной таблице. Так кто же был прав? В 1875 году, через 6 лет после публикации таблицы, из Европы приходит известие. Французский химик Поль Эмиль Лекок де Боабодран открыл новый элемент – эко-алюминий и назвал его галием в честь своей родины. Француз подтверждает, что Менделеев был прав. Каким-то образом предсказанные русским ученым свойства и атомная масса абсолютно совпадают с находкой Боабодрана. Позже он напишет. «Я думаю, нет необходимости настаивать на подтверждение теоретических выводов господина Менделеева». Французский химик соглашается практически с каждым словом русского ученого, в том числе и с предсказанием, что галлий будет легкоплавким металлом. Но при этом он указывает Менделееву на ошибку, мол, им была неправильно определена плотность элемента. Дмитрий Иванович высчитал, что плотность должна составлять 5,9 грамма на сантиметр в кубе. А Боабодран уверял, что открытый им элемент имеет плотность 4,7. Менделеев, который даже не видел найденный металл, публикует заявление, что Боабодран ошибся в расчетах. Между учеными завязывается переписка и научный спор. Но после очередного исследования француз признает ошибку. А уже спустя 4 года шведский ученый обнаружит еще один элемент Менделеева Экобор и назовет его Скандией в честь своей страны. Следующий элемент Экосилиция откроют в 1886 году в Германии и уже по сложившейся традиции назовут его в честь страны Германии. Сомнений не останется, законы Менделеева действительно работают. Существует расхожее мнение, что таблица приснилась Менделееву во сне. Так ли это на самом деле? Скорее всего, эта байка родилась с подачи коллеги Менделеева Александра Иностранцева. Тот в своих воспоминаниях рассказывал, что был дружен с химиком, и однажды Дмитрий Иванович сказал ему буквально следующее. «Очевидно, я увидел во сне таблицу, в которой все элементы были расположены по мере необходимости». Но мы поставим этот факт под сомнением. Во-первых, иностранцев никогда не был близким другом Менделеева. Во-вторых, Дмитрий Иванович работал над таблицей около 20 лет и вносил в нее правки даже после официальной публикации. Ну а в-третьих, химик был довольно остроумным человеком и легко мог отмахнуться подобной шуткой от назойливых расспросов. Итак, мир признает заслуги русского ученого. Менделеев получает массу премий. При этом тему существования пятой стихии или так называемого мирового эфира ученые словно специально замалчивают. Но почему никто про это не говорит? Ведь если законы систематизации подтвердились, значит открытие Менделеева только дело времени. Впрочем, сам Дмитрий Иванович дальше свою правоту доказывать не стал. Возможно, ему было не до этого, ведь ученый увлекся другой наукой, химии и любви. Да, в 42 года профессор влюбился в 16-летнюю студентку и уже мечтал только об одном – поскорее развестись с женой, чтобы жениться на юной Анне. Жена профессора Фиозова вначале отказывается от развода, но позже соглашается, правда, с одним условием. Она требует от Менделеева отдавать ей всю зарплату, которую профессор получает в университете. К тому моменту будущая супруга Анна уже беременна. И Дмитрий Иванович подписывает все требования Фиозовы. Теперь ему нужно содержать сразу две семьи. Первую, где осталось двое детей, и молодую жену, которая позже подарит Менделееву еще четырех детей. В такой ситуации уже известный ученый соглашается на довольно рискованные дела. За кем шпионил Менделеев? Дмитрий Иванович отправился туда, чтобы раздобыть сведения о производстве бездымного пороха. Почему Россия покупала разработки Менделеева у Америки? Один американский ученый первым патентует формулу бездымного пороха. И зачем Менделеев отправлял деньги в Японию? В этом письме девушка благодарила его за оказанную материальную помощь. В 1891 году, после обретения славы, на Менделеева обращает внимание служба царской разведки. Его прикрепляют к морскому министерству и отправляют в командировку во Францию для ознакомления с работой крупных промышленных предприятий. Такова была официальная версия. Неофициально. Дмитрий Иванович отправился туда, чтобы раздобыть сведения о производстве бездымного пороха. Изобрести бездымный порох пытаются многие страны. Англия, Америка, Германия, Россия. Но первой в гонке вооружения оказывается Франция. Когда Менделеев приезжает на завод, разумеется, формулу бездымного пороха поученому никто не открывает. И тогда русский химик применяет поистине гениальный ход. В открытом доступе есть информация о железнодорожных поставках материалов на пороховой завод. Менделеев забирает данные и возвращается в Петербург. Подсчитав соотношение целлюлозы, серной и азотных кислот и других ингредиентов, прибывающих на французский завод, он выводит формулу бездымного пороха. И она оказывается даже совершеннее французской. Порох Менделеева вообще не дымит. Военные срочно засекречивают формулу. Так почему же все так хотели заполучить этот бездымный порох? А вот почему. Дело в том, что до него существовал только так называемый черный порох. После его применения из дула оружия вырывался столб дыма, и противник легко мог обнаружить, откуда стреляли. Бездымный порох полностью решал эту проблему, а еще не оставлял слоя копоти на оружии. Первое время этот порох настолько удивлял, что военные после стрельбы белым платочком протирали дуло оружия, чтобы подивиться на новое чудо техники. Итак, Россия выигрывает гонку вооружения. В стране изготавливают лучший в мире порох. Но неожиданно Менделеев требует рассекретить формулу. И спецслужбы идут ему навстречу. Но почему Дмитрий Иванович убеждает чиновников, что в этой битве нужно быть первыми и обнародовать результаты? Иначе Россия потеряет престиж, как создатель нового оружия. В итоге военные соглашаются, и формулу Менделеевского бездымного пороха рассекречивают. Ее публикуют в России, а многие зарубежные издания переводят работу русского химика. А дальше один американский ученый первым патентует формулу бездымного пороха и присваивает труд Менделеева себе. Патент распространяется на весь мир. Как результат, в 1914 году, с началом Первой мировой войны, российское военное ведомство вынуждено закупать Менделеевский бездымный порох в США. Тем временем дома у русского ученого своя пороховая бочка. Он никак не может найти общий язык с любимой женой Анной. Вторая супруга ревнует мужа к детям от первого брака. Особенно к Владимиру, который так похож на отца. Менделеев верит, что Владимир единственный из шестерых детей, кто перенял его таланты и способен продолжить дело отца. Однако сам Владимир химии предпочитает морские путешествия. В 1890 году после службы на флоте Владимир попадает мичманом на фрегат цесаревича Николая Александровича. Корабль идет в Японию, останавливается в порту Нагасаки. Этот город японцы специально отвели для иностранцев. Здесь для гостей было все. И бары, и рестораны, и дома отдыха, и даже женщины. Но, правда, чтобы встречаться с ними, приезжие должны были заключать временный брачный договор. То есть, жениться на пару месяцев. Владимир Менделеев женится по контракту на японской девушке. Его избранницей становится Така Хидесима, у которой от Владимира рождается дочь, как две капли, похожая на отца. Назвали ее Фудзи, в честь горы Фудзияма. Так японская девочка стала первой внучкой русского ученого Менделеева. В архиве Менделеева сохранилось два письма. Одной самой японской женщины. Одно было адресовано Владимиру Менделееву и извещало о рождении дочери. А вот второе было написано самому Дмитрию Ивановичу. В этом письме девушка благодарила его за оказанную материальную помощь. Как дальше сложилась судьба внучки Менделеева? Живут ли до сих пор в Японии потомки русского химика? И знала ли сама о Фудзи, сколь велик был ее дедушка? Ответов на эти вопросы пока нет. Нам же известно одно. Чтобы обеспечить еще и внучку, Менделеев всерьез взялся за изучение темы переработки нефти. Как Менделеев повлиял на нефтяной бизнес США? Уже тогда профессор понимал, что за нефтью будущее. Почему таблица Менделеева была тайно изменена? Могли дать человечеству как безграничные возможности, так и самое беспощадное оружие за всю историю. И что Дмитрий Менделеев завещал ученым? Это последняя работа Дмитрия Ивановича. Дмитрий Иванович Менделеев всегда опережал свое время и брался за дела, которые многим казались неактуальными или маловажными. Так получилось и с нефтью. В 1880 году он всерьез начал изучать нефтедобычу и нефтеперегонку. Он ездил в Баку, наблюдал, как добывают нефть, как ее обрабатывают. Позже он путешествовал по Америке и знакомился с работой американских нефтяников. Уже тогда профессор понимал, что за нефтью будущее и что в скором времени ее будут использовать не только в керосиновых лампах. В Америке Менделеев отметил, что добыча и переработка нефти ведется весьма примитивным способом. И единственное преимущество перед Россией – это качество сырья в месторождении. Американцы получали керосин буквально из-под земли. А что же российская нефть? В Российской империи нефть добывают в Баку и делают это почти варварским способом. Еще в 1861 году приглашенные немцы строят завод, на котором нефть получают не из-под земли, а из пропитанных нефтью песков, лежащих на поверхности. Выход керосина ничтожно мал, производство абсолютно убыточное. Принимается решение перестроить завод и в качестве консультанта приглашают Менделеева. Он рекомендует усовершенствование, чтобы завод работал с барышом. Во-первых, нефть начинают добывать методом бурения. Во-вторых, Менделеев предлагает перегонять сырье на большие расстояния по трубам, тем самым фактически изобретая нефтепровод. Ну а в-третьих, он разделяет место добычи и место переработки нефти. Ведь все-таки большая часть потребления керосина это центральная Россия. Кроме того, для увеличения производительности завода Менделеев вводит процесс непрерывной перегонки нефти. Издержки производства резко сократились, завод стал работать более прибыльно. Но главное, уже тогда ученый описал комплексную модель нефтеперерабатывающего завода со всей его инфраструктурой. Эта модель неизменна и по сей день. Благодаря Дмитрию Ивановичу остатки от производства керосина перестали выбрасывать, а опускали на дальнейшую переработку и получали новые фракции. Для Америки нововведения Менделеева становятся ударом. Штаты лишаются привычных рынков сбыта керосина. Менделееву предлагают огромные деньги 10 тысяч рублей в год за сотрудничество с бакинскими месторождениями. Но ученый хоть и должен кормить две семьи, отказывается. Его задача применить свои знания в главном труде всей его жизни в поиске мирового эфира. У меня в руках фактически научное завещание Менделеева. Оно адресовано тем ученым, которые хотели бы продолжить начатое им дело. Это последняя работа Дмитрия Ивановича «Попытка химического понимания мирового эфира». Тираж 1906 года. В нем таблица Менделеева в последний раз вышла в неискаженном варианте. Смотрите, здесь все еще есть нулевая группа. После смерти Дмитрия Ивановича эту нулевую группу перенесут в восьмую, а элемент легче водорода ньютоний, с которого начиналась его таблица исключат. Но почему? Неужели Менделеев оказался опять прав? И знания о его загадочном мировом эфире настолько опасны, что их запретили публиковать? Полученные Менделеевым результаты о новых физических явлениях могли дать человечеству как безграничные возможности, так и самое беспощадное оружие за всю историю. По какой из двух причин работы ученого были засекречены, нам неизвестно до сих пор. Зато известно, что после смерти Менделеева к поискам мирового эфира возвращался Никола Тесла, и открытые им знания испугали ученого настолько, что он побоялся их публиковать. А вот его коллега британский физик Полиадриент Морис Дирак в 1928 году подтвердил, что эфир действительно существует. Он обнаружил колебания в вакууме. Однако к тому моменту развитие науки пошло по пути квантовой физики. И тему эфира ученые оставили в покое. Надолго ли? Не факт. Итак, время подводить итоги. Сегодня мы выяснили, что таблицу Дмитрия Ивановича Менделеева переделали, причем сразу после его смерти. Это факт. Возможно, ученый знал то, к чему человечество еще не готово. Работал ли Менделеев агентом царской разведки? Да, был такой момент в жизни профессора. И результатом этой работы стало изобретение лучшего в мире бездымного пороха. И это тоже факт. Ну и стоял ли Менделеев у истоков нефтепереработки? Да, это тоже факт. И он с дальновидностью гения предвидел огромную роль нефти в жизни человечества. И в заключение хотелось бы вернуться к труду всей жизни Менделеева, к поиску мирового эфира. Да, официально его существование не доказано, но, как мы знаем, то, что не доказано, еще не означает, что этого нет. С вами был Арарат Кещан и программа Нефакт. До встречи на звезде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова